Встреча политолога Виталия Наумкина со студентами Института международных отношений КФУ. Новогодние представления в Казанском федеральном университете. 25 декабря состоялось итоговое в 2018 году заседание ученого совета Казанского федерального университета под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова. На заседании наградили почетными грамотами сотрудников университета, утвердили конкурс на отборную должность и повышение заработной платы сотрудникам. Подробности смотрите в нашем следующем выпуске. А теперь к другим новостям. Наступление новогодних праздников совпадает с каникулами, а значит самое время отправиться за новыми эмоциями и впечатлениями. Тем более, когда на улице царит праздничная атмосфера. В городах Республики Татарстан уже готовы яркие новогодние программы для всех жителей и гостей. Злопланированные мероприятия обсудили на брифинге в кабинете министров Республики Татарстан. 25 декабря в кабинете министров Республики Татарстан состоялся брифинг в режиме видеоконференции, посвященной теме новогодних каникул в основных туристических городах Республики, где готовят специальные праздничные программы. В рейтинге портала tuil.ru Казань вошла в топ-3 самых популярных городов для новогоднего отдыха. Республика Татарстан традиционно входит в лидеры туристических рейтингов на новогодние каникулы. В преддверии Нового года и во время новогодних каникулы жители и гости Казани ожидают череда ярких мероприятий. Одним из центров притяжения, несомненно, является Казанский Кремль. Самым популярным зимним сказочным героем в Татарстане становится Кышбабай. Он уже 10 лет приглашает совершить волшебное зимнее путешествие в место под названием «Резиденция Кышбабая и Кар Кызы». Новогодние каникулы, самое время узнать что-то новое. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Ректор Кэфуль Шадгафуров принял участие в церемонии награждения конкурса на сыскание именных стипендий мэра Казани. Этот конкурс проводится ежегодно и поощряет лучших студентов и аспирантов. По условиям отбора, опираясь на итоги учебной и научно-исследовательской работы за учебный год, победители получают не только денежный приз, но и свою минуту славы. А мы продолжаем. Для студентов Института международных отношений Казанского федерального университета прошла пресс-конференция с руководителем Института востоковедения РАН, политологом Виталием Наумкиным. О том, как прошла встреча, смотри в сюжете. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча с руководителем Института востоковедения РАН и сломоведом Виталием Наумкиным. Он рассказал студентам об актуальных проблемах Ближнего Востока, о 200-летии российского академического востоковедения, о сотрудничестве КФУ и Института востоковедения РАН. Вопросы были различные об участии Виталия Наумкина в 18-м Дахийском форуме, о роли России в мире и о политике президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и многом другом. Вопрос стоит в том, какие цели ставил перед собой Трамп и каковы приоритеты его политики. Его приоритеты лежат в области внутренней политики. Буквально за пару часов до встречи со студентами Виталий Наумкин был награжден орденом Дуслык. Вручил орден президент Республики Татарстан Рустам Мениханов в Казанском Кремле. Значимость этой награды очень велика, это большая честь для меня. Я ее рассматриваю как признание заслуг института, которым я руковожу, в развитии сотрудничества с Казанским федеральным университетом, одним из лучших университетов России. Виталий Наумкин отметил, что остался доволен встречи, был приятно удивлен вовлеченностью студентов в процесс беседы. Мне все вопросы понравились. Они свидетельствуют, во-первых, о подлинном интересе студентов к изучаемой проблематике. У ваших студентов есть такой более глобальный широкий интерес к миру и к международным отношениям, которые они изучают, что мне лично очень понравилось. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Ученые КФУ участвуют в создании проекта по детальной карте Вселенной. О проделанной работе они рассказали на конференции «Астрофизика высоких энергий». Подробнее в следующем сюжете. 17 представителей Казанского федерального университета в Институте космических исследований Российской академии наук стали участниками конференции «Астрофизика высоких энергий». Их участие связано с приближающейся датой запуска орбитальной российско-германской рентгеновской обсерватории «Спектр рентген-гамма». Орбитальная обсерватория будет состоять из двух рентгеновских телескопов – российского телескопа «Артекс-С» и немецкого телескопа «Еразита». В течение 8 лет наблюдения этот телескоп будет сканировать все небо и зарегистрирует несколько миллионов источников рентгеновского излучения, которые будут входить из копыления галактик, сверхмассивные черные дыры, нейтронные звезды, белые карлики, то есть объекты, излучающие в рентгеновском диапазоне. Главной задачей проекта «Спектр рентген-гамма» – составление детальной карты Вселенной в жестком рентгеновском диапазоне. Поиск всех наиболее массивных скоплений галактик в видимой Вселенной и наиболее ярких активных ядер галактик – сверхмассивных черных дыр. Космический аппарат будет работать на расстоянии примерно полтора миллиона километров от Земли. Казанский университет будет участвовать в этом большом международном проекте с помощью своего телескопа с диаметром зеркала полтора метра, который установлен в Турции. Мы уже давно сотрудничаем с Институтом космических исследований, уже набрали опыт совместных наблюдений, и наша задача будет заключаться в том, чтобы в оптическом диапазоне наблюдать рентгеновские источники, которые будут обнаруживать эта обсерватория. На конференции ученые Казанского федерального университета рассказали об исследовании рентгеновских источников по данным ныне действующих орбитальных и наземных оптических телескопов, включая российско-турецкий телескоп КФУ в Турции. Обнаруженные учеными университета рентгеновские источники упростят работу по проекту в будущем. Тот телескоп полутораметровый оптический, о котором мы говорили, в Анталии, он позволяет одновременно наблюдать то, что будет наблюдаться в рентгеновском телескопе. И это идентификация рентгеновских источников с помощью оптического телескопа – это чрезвычайно важная задача. После старта ученые Казанского федерального университета продолжат работу в проекте. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. В преддверии самого волшебного и сказочного праздника для детей, преподавателей, сотрудников и студентов Казанского федерального университета в актовом зале Института психологии и образования КФУ состоялись первые новогодние представления. О том, что же подготовили для крох, узнаешь в следующем сюжете. Вандарины, запах елки, мохнатые снежинки на темном небе, скрип снега под ногами. Фонари отражаются на снегу миллионами маленьких искорок. Много-много конфет не это ли означает Новый год. В преддверии самого волшебного и сказочного праздника для детей, преподавателей, сотрудников и студентов Казанского федерального университета в актовом зале Института психологии и образования КФУ началась череда новогодних представлений. Здесь, где собираются студенты, родители, дети, создается атмосфера семьи, праздника и той единой семьи, которая называется Казанский федеральный университет. При началом представления юных гостей и их родителей ожидал сказочный мир. Фойе наполнилось музыкой и танцами. Ребята участвовали в любимых детских играх. И, конечно же, ждали главных гостей праздника – Деда Мороза и Снегурочку. Я в роли леди баг. Я жду, ну, как всегда, что придет Дед Мороз, будут подарки, будет очень весело. Безмерно благодарна, что такие мероприятия проводятся для детей. И видим, насколько правильно здесь все организовано, насколько сил много вложено для того, чтобы это мероприятие организовать. Ой, когда в сапогах. Сегодня хочется, чтобы был подарок. В этом году центральными героями сказочного представления стали герои всеми любимых русских сказок. Сценарий спектакля написала студентка пятого курса Института психологии и образования КФУ. Она же исполняла роль пятачка, а также выступила режиссером-постановщиком. На каждой станции каждый герой будет проводить свои задания, свои испытания, но они будут с такой, так сказать, с педагогической точки зрения, они будут очень интересные. У нас будет и артикуляционная гимнастика, и детки будут танцевать лицом, детки будут просто танцевать телом, детки попоют, они будут играть и повторять правила дорожного движения. Новый год – это очень значимое событие в сердце каждого крохи. Новый год для детей – это всегда сказка. Это время новогодних представлений, которое дарит столько радости и смеха. Диана Шилова, Александр Юдин, Универ-Ньюс. На этом наш выпуск подходит к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова